Я ела очень-очень-очень-очень вкусные лапши. Сейчас буду пить кофеек и читать статьи. Очень интересные, очень важные для меня статьи. Вот, по поводу кота. Буду дочитывать Анну Каренину и идти за Дамиром в школу. Потом, как я уже говорила, мы пойдем за мороженым и прочими покупками, которые, ну, ежедневные обычные покупки в духе хлеба и прочего-прочего-прочего, да. Вот, как я уже говорила, потом мы придем с Дамиром, сделаем домашку. И я планирую печь булочки по рецепту Владимира. Вот, все скину в Инстаграм, как всегда. Вот, и, и, и потом в душ и смотреть мульт. Вот, вчера опять не смотрели мульт. Вчера опять не смотрели мульт, потому что очень-очень много у меня было работы в плане разбора вещей. Очень долго разбирала вещи. Потом, очень долго мы завошкались в маникюры, педикюры. Это самое, там, уход за волосами, маску делала и так далее. Вот, я малому делала маникюр, педикюр себе делала, педикюр вот, себе делала маску для волос. Я не знаю, может, у кого-то в 7 лет дети сами себе стригут ногти и ухаживают за руками и ногами. Но у меня ребенок этого не делает сам пока что. И я не делала в его возрасте этого сама. Поэтому я ему в данном вопросе помогаю. Вот, бубеныш спит наш. Он вчера в таком был диком восторге, когда я перебирала вещи, втащила эту сумку с балкона. Это как домик для него. Он там играется, шебуршит. Это самое. Я перебрала вещи, посмотрела более критичным взглядом, что нам надо купить, что необходимо ребенку купить. Что, ну, меня особо перебирать нечего, как бы, да. Я особо не брала себе вещей никаких, вот. Главное, чтобы у ребенка все было, вот. Разговаривали тоже, ах. Разговаривали тоже с Володей за английский, когда. Да, и я говорю, он типа, ну, вот как, как вот из-за того, что нам очень много денег нужно на документы было. И мы вот теперь пытаемся как-то войти в более-менее нормальный бюджет, не в эконом какой-то там вариант, да. Вот, чтобы мы нормально сейчас пошли. И он говорит, вот как чего. Я говорю, ну, Володь, говорю, ну, это три тысячи, говорю. Ну, сэкономим где-то что-то там, на шмотке, там еще что-то. Вот у меня уже пошла экономия, я сейчас на маникюр не хожу. Я говорю, никогда никто, потому что образование это важно, особенно когда ребенок дает отдачу. Если бы он не хотел, ленился, оно ему не надо было, а мы бы ему навязывали, это другой вопрос. А когда ребенок хочет, это я считаю очень важно. Почему? Потому что никогда и никто не вспомнит, что на нас было одето 20 лет тому назад, если у ребенка будет хорошее образование. Я считаю, что самое важное, куда нужно вкладывать деньги, это не в шмотки, маникюры, макияжи и так далее. Самое главное, это вкладывание денег в образование. Потому что это тот самый начальный фундамент, который позволит нашему ребенку быть в будущем обеспеченным человеком. Дамир очень боится, когда видит каких-то бомжей на улице, что он тоже может стать бомжом. И когда он регулярно видел эту картину, когда они там роются в мусоре, он говорит, вот все, я боюсь, я буду хорошо учиться, я и на английский пойду и все. Ему английский очень-очень нравится, помимо этого. Но он еще начал очень-очень, еще больше цепляться за учебу, еще больше прилагать усилий в плане учебы, потому что он очень боится стать бомжом. И он хочет в будущем себе иметь возможность позволить то, пятое, десятое себе и своей семье впоследствии. Я говорю, Дамир, дело не только в образовании. Образование это очень важно, это мега важно. Это одна из первых ступеней для того, чтобы быть успешным, образованным человеком с хорошей работой. Но также важно быть и человеком неведомым, потому что не сильно доверчивым, потому что можно довериться непонятно кому, и бизнес может резко прогореть. У меня такие ситуации, по жизни их достаточно на самом деле, среди моих знакомых. Когда человек, хорошее образование, деньги есть для стартапа, все отлично, начинает свой бизнес и так далее. Но из-за того, что у него друг мразь, и он его подставляет, а ты вот ему верил все это время, в итоге получается, что человек остается ни с чем. И слава богу, что у меня нет знакомых, которые стали бомжами, у меня есть просто люди, которых кинули, очень жестко бортанули, и им приходилось все начинать с нуля. Поэтому нужно быть еще и человеком, который доверять можно больше всего самому себе, а потом уже родителям. Самое главное, это доверять самому себе и родителям. А остальные люди, это нельзя никому доверять на 100%, они могут подставить запросто. У меня таких ситуаций по жизни, вот так вот, более чем. В плане того, как меня подставляли друзья, подруги, где и не ждала даже, и не думала, знала бы, соломку подстелила. Вот, таких ситуаций достаточно в плане бизнеса у моих знакомых, когда оставались ни с чем. Там такие схемы, друзья, с которыми, извините, в десна целовались, такие схемы прокручивали, вот, что это просто какой-то кошмар. Поэтому говорю, главное быть не слишком доверчивым, не доверять во всем своим знакомым. И образование. Вот, Дамир там, вот, я хочу работать, я то и все, я говорю, вот твоя самая главная работа на данный момент, это учиться. Учеба, это твоя самая главная работа. Сейчас и еще долгое-долгое будущее. Вот. Вот такие вот пироги. Поэтому Дамир схватился за учебу еще сильнее. Приходит со школы, скидывает портфель, кушает, чуть-чуть играется и сразу за уроки, по-быстрому их делает. И я его еще предупреждала, такой момент, надо делать уроки днем, потому что если вечером ты хочешь сидеть смотреть мультик, значит, нужно освобождать вечер от уроков. Поэтому Дамир стал, во-первых, очень, он стал еще больше учиться, больше стараться, и без лени, без вот этого вот, ой, я не хочу, вот это вот жевание соплей, пока он сядет, пока он сделает, пока он на карандаш посмотрит, пока в окно посмотрит, как это было, в принципе, не так давно. Сейчас он более цепко схватился за учебу, и сейчас он, как бы это так сказать, и сейчас он, он учится самоорганизации, он учится сам себя организовать, чтобы сесть, сделать, и вот все, он умочка, мама, проверяй. Вот, и я этому очень довольна, я этому очень счастлива, потому что у меня с этим делом тяжело, я советую давать мастериться, вот, но у меня, я очень стараюсь брать пример с людей, которые легки на подъем, которые берут и делают, вот. Вот, иногда у меня, конечно, проскакивают вот эти моменты, что я долго с мыслью и собираюсь, но я тоже очень стараюсь быть более организованной. Организация, это очень важно, самоорганизация, это очень важно. Поэтому вот так вот стараемся, вот. Я очень довольна тем фактом, что ребенок вот такой вот молодец, вот так вот стал делать. Я очень надеюсь, что это будет невременная мера, что его не попустят в данном вопросе, и что он и дальше будет более самоорганизованным человеком, что его, что он не сойдет с дорожки любви к учебе, вот, что он будет упорно учиться, заниматься и идти к своим целям, вот. Вот такие дороги. Ну что ж, а на этом я хочу вам сказать спасибо большое, что провели с нами этот понедельник. Хочу пожелать вам хорошего вечера сегодня, вот. Хочу пожелать вам продолжить хорошо эту трудовую неделю. Все, а за всем прощаюсь с вами. До новых встреч, новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok